Доброе время сутка уже, зрители. Добро пожаловать на канал Садовые Посиделки. Канал посвященный всему, что связано с озеленением садов и домов. Меня зовут Александр Куранов. Итак, избавимся от чая, засучим рукава повыше и приступим. Сегодня в гостях в садов посидел в гости, одновременно и привлекательный, и отталкивающий от себя. Любительница мяса с душком. Итак, встречайте. Стопелия. Стопелия пришла к нам из далекой Южной Африки и Намибии. Внешне она напоминает кактус, хотя им и не является. Одно из своих все же к суккулентам. Это растение многообразно преимущественно из-за разницы в цветах. Стебли у всех растений для этого вида практически одинаковые. Рассветка цветков от желтой и пурпурной до леопардово-пятнистых. Интересен также их запах. Эти цветы очень неприятно пахнут ухлым мясом. В безтесных слоях они так привлекают своих опылителей, мух. Встречаются такие виды стопелий, как пестрая, гигантская, крупноцветковая, избенчивая, железоцветковая, стоячоцветковая. У меня растет стопелия грандифлора. Грандифлора – это название крупноцветковой стопелии. Это стопелия, наиболее распространенные в домашнем цветоводстве. Хотя цветки большие вот, но меньше, чем у стопелии гигантской. Лепестки имеют пурпурный окрас, цветет преимущественно летом. Этот цветок очень нетребоватен в уходе для ленивых. Выращивать его достаточно просто. Освещение должно быть яркое, но рассеянное. Без прямого солнца, особенно летом. Лучше всего подходит в западное и восточное направление. Летом растение хорошо выносить на улицу. Температура для содержания с весны до осени поддерживается в пределах плюс 22, плюс 26. Влажные слезы для нее несущественны. Сухой воздух наших квартир она переносит отлично. В период его роста полив должен быть умеренный, только при высыхании субстракта. Зимой же полив сокращает где-то примерно 1-2 раза в месяц. При этом нужно учитывать, что чем в более теплой среде содержится ваше растение, чем чаще оно нуждается во влаге. Удобряется стопелью только весной и летом специальными удобрениями для суккулентов. Вы рекомендуем производить дозировки. Особенное внимание следует уделить колейным подкормкам, в которых у цветка повышенная потребность. Пересадка в молодом возрасте должна производиться ежегодно. А вот возрастом раз в 2-3 года. Горшки должны быть неглубокими. На 1 треть их укладывают дренаж. В случае, если стопель у вас не цветет, следует подкормить ее удобрением, поменять освещение. Если цветку не будет хватать света, он начнет желтеть и не цвести. В этом случае придется омолаживать куст с помощью черенков. Это единственный шанс спасти ваше растение. И чуть позже я покажу вам, как это сделать. А сейчас давайте посмотрим на мой экземпляр растений. Конечно же, растение выглядит очень эффектно из-за своих больших, вот таких красноватых бордовых цветков. Цветки шикарные. Они покрыты лепестки все маленькими волосинками. Но, конечно же, запах у этого растения очень специфичный. То есть, когда растение не цветет, конечно же, запах оно никакого не издает. Но во время цветения такой аромат, мясо с душком, тухлятинки, конечно, присутствуют в воздухе. Если вы его выращиваете в очень маленьком помещении, я вам не советую, потому что постоянно будет присутствовать этот запах. Но если вас это не смущает, потому что растение вот очень красивое, цветки очень большие, цветет оно постоянно. То есть, на одном растении у меня бывает до 10 цветков. Вот это молодой экземпляр. Поэтому на нем вот два цветка пока что. И один вот уже отсвел. И вот еще тут намечается вот очень много новых цветков. Итак, давайте размножим это растение на примере другой стапели. Вот на примере вот этого экземпляра. Видите, в каком он странном виде. Это произошло после того, как кошка смахнула своим хвостом горшок с цветком на пол. И все, что осталось, это вот это недоразумение. Но это ничего страшного в этом нет, потому что стапели очень легко размножаются черенкованием и не приносят никаких проблем с этим. Для этого, чтобы размножить растение, возьмем и очень варварским методом просто отломаем ветки. Ломается оно очень легко. Вот. Допустим, мы хотим отчеренковать вот эту часть куста. Для этого мы возьмем и просто лишние все черенки, отростки с черенка просто удалим. Но мы можем их не выкидывать, потому что можем отчеренковать и такие. Но если нам хочется что-то большое, видите, оно уже мягкое немножко стало, потому что ему не хватает воды, потому что растение очень сильно пострадало. И мы спокойно просто берем и отламываем в одноземной части все лишние черенки. Потому что растение нормально развиваться не будет, а все-таки сажать, вот видите, даже немножко с крышком одно. Крешок мы тоже оставим. Цветы, конечно же, мы удаляем, потому что они будут отнимать лишнюю силы у растения. И так у нас появилось очень много черенков для черенкования. Что с ними делать? Вот вы наломали, либо где-то взяли у знакомых своих и не знаете, что делать. Сажать сразу их не надо. Это очень удобно, если вы где-то взяли на улице или у друзей. Потому что растение должно высохнуть. Растение, как и все суккуленты, оно должно подсохнуть. Потому что если вы не дадите ему подсохнуть, то на месте разлома растение все-таки начнет гнить. Поэтому берем и просто-напросто сушим в течение суток, чтобы затянулись все болячки этого растения. И так прошли сутки с тех пор, как мы отломали наш черенок от растения. Все сломы этого черенка хорошо затянулись, подсохли. И это уменьшает вероятность того, что растение при укоренении может все-таки у нас загнить. Растение для черенкования, вот этот черенок я выбираю из того принципа, чтобы стебли были плотные, без каких-то либо повреждений, без пятен, без ожогов. И чтобы растение было хорошей, насыщенной раскраски. Конечно же, если у вас другого черенка нет, сажайте то, что есть. Потому что растение очень хорошо и быстро развивается и растет. И в принципе, я думаю, никаких проблем не возникнет. Для того, чтобы нам укоренить этот черенок, понадобится горшок. Горшок берем не очень большой, видите, такой среднего размера. Обязательно берем, делаем дренажный слой. Вот можно из керамзита, можно из специальных камней. И вообще все, что у вас есть под рукой. И берем, конечно же, землю. Везде она в интернете рекомендует, на сайтах, что нужно брать землю для саккулентов. Но, как показала практика, можно брать любую плодородную землю общего типа. И растение превосходно развивает, и цветет, и все прекрасно. Итак, давайте все-таки приступим к посадке. Но для начала, ради интереса, все же рассмотрим корневую систему стапелия. Вот видите, корневая система очень развита. Даже видно глубина посадки молодого черенка. Вот видите, образовалась вот такая вот корневая шишечка, из которой очень активно растет корневая система. То есть, полуторагодовалое растение имеет очень хорошую корневую систему. К сожалению, вот растение было испорчено. Итак, давайте приступим к черенкованию. Вот этого черенка, вот как видите, через сутки очень хорошо затянулось место разлома растения. Итак, берем горшок. Горшок вот берем небольшой. На дно обязательно насыпаем дренажный слой из керамзита или любых камушков. Дренажный слой примерно должен занимать 1-3 горшка. Вот мы дренажный слой. Потом насыпаем землю. Хотя рекомендую сажать вначале в маленькую емкость, но я всегда укореняю сразу в емкости, чтобы хватило растению где-то для развития на 3 года. Потому что растение развивается очень быстро. И если вы будете его пересаживать каждый год, вы его травмируете и оттягиваете цветение. А если возьмете вот такую емкость, в принципе, ее на 3 года хватит, и растение будет сразу хорошо расти. Итак, делаем углубление в земле небольшое. Берем наш черенок и опускаем на глубину. И утрамбовываем. Вот мы посадили растение. После этого обильно поливаем и ставим на световое, но не солнечное место. И поливаем так, чтобы земля первое время не пересыхала. И напоследок я хотел бы сказать, что вы не боялись и выращивали этот замечательный суккулент. Конечно же, он не может похвастаться ароматом своих прекрасных цветков. Да, он очень вонючий, но все же он будет радовать вас в течение всего года. Это очень необычный цветок. Не бойтесь, экспериментируйте, выращивайте. А на этом все. Спасибо за внимание. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Всем пока!